всем привет итак прошел еще один год на самокате за это время я успел накатать 6300 километров рассказывать долго я не буду потому что самокат чувствует себя очень бодро и не ломается в этом коротком ролике я попытаюсь уделить каждому узлу по 1 минуте и рассказать что происходит с самокатом на данном пробеге начнем сверху и будем спускаться постепенно вниз первое потертости грипсы ручка газа с прошлого года не сильно потерлись основная часть потертости там где больше всего ладонь и пальцы труд во время езды и это видно на видео плюс я часто езжу велоперчатка потертости не критичны и просто портит вид изделия а так они даже не потеряли своих свойств такие же мягкие на ощупь как и были резиновое полотно на деке вообще не изменилось как было с покупки так и осталось на вид как новое переходим к узлу складывания руля здесь ничего нового и ничего не изменилось все как видно на видео в оригинале мягкие подкладки для мебели отлично справляются с люфтом и скрипом их я тоже не менялся дня когда наклеил центральный болтик тоже больше меня не беспокоил со дня замены его на улучшим переходим крылу наверное самое больное место на этом самокате и она конкретно меня достала если честно это второе оригинальное крыло и сломалась она аж в двух местах сразу я не стал заморачиваться и покупать 3 просто купил болтики повыше и закрутил как видно на видео когда сломается совсем тогда поменяю на новое фонарик точнее провод по-прежнему жив все это время спасал его мой приклеенный на него кусочек пластика со дня покупки итак тема покрышек 2000 километров назад я полностью сменил перед и зад на новые нейлоновые покрышки плюс две толстые камеры по 150 грамм проблема в том что новые что старые покрышки если не соблюдать давление относительно веса пилот то они выходят из строя поэтому мой совет всем те кто себе весят около 60 килограмм держите 35 атмосферы давления в колесах постоянно проверяете через каждые две-три недели и тогда все должно быть в порядке что касается данной модели покрышек то они более мягче чем оригинальные и как я заметил они не так стираются как оригинальные покрышки которые ставились на эти самокаты с завода что с подшипниками с ними все в порядке они оригинальные ничего я не менял по лужам и в мокрую погоду я также не ездил на самокате так что как слышно на видео шума нету они безупречно работают и пока они не проявят себя каким-то треском или шумом я их менять не стану с декой тоже все в порядке ничего не треснуто все болтики на своем месте разве только что прилипший мусор который в принципе легко чистится любой щеточкой просто как сметаете и он отваливается очень легко из нештатного пришлось заменить оригинальные наклейки на вот такие потому что оригинальные потерялись из-за того что я снимал колеса несколько раз прикупил я вот такой еще замочек для скутера очень понравилось что он дико компактный и не тяжел стоил он около 25 евро и покупал я его на алиэкспресс мне очень много пишут комментариях почему я не оставляю ссылки и так далее и тому подобное люди добрые вы должны понимать что ссылки быстро теряют свой адрес поэтому я не вижу смысла их оставлять потом я не люблю рекламировать если какой-то продукт я обсуждаю то только потому что он мне нравится сейчас что-то найти на том же алиэкспресс не так сложно просто вбиваете в поисковик м365 и он выдаст вам весь список связанный с самокатом м365 ну и так далее думаю вы поняли ну и напоследно берегите себя и других участников дорожного движения в том числе пешеходов и животных если вам понравилось видео оставляйте комментарии ставьте лайки буду очень благодарен спасибо спасибо